Уважаемые коллеги, сегодня я вам хочу показать хронический остеомиелит, свечевую форму. Во время видео вы увидите, как он выполняется в вторичной хирургической обработке. Данный пациент отказался от госпитализации, к сожалению. Так-то ему необходимо, конечно, оперативное лечение. Так, ну, здесь интересный этап задевания перчаток. Поэтому я делаю следующее. Мотаю уже непосредственно на этап ПХЛО. Все обработано, теперь обрабатываем, соответственно, кожу. Вокруг. Какое это? Да, хочу еще пару слов буквально. Значит, во-первых, что? По сути, вы видите этап перевязки. Пациента была повязка. Первый этап мы ее сняли. Второй этап. Это обработка кожи вокруг раны. Третье. Это лечебные мероприятия. Они скоро начнутся. И четвертое. Это повязка. Так, так. Поэтому давайте посмотрим. Второй этап обработка. Еще раз пор. Когда к ной пошел? Перезаработка самая рана. Можем неделю назад. Неделю назад? Да. Перекись? Шарик? А, нет, это был скитовой кублический, если я еще взял. А вот теперь перекись. Ну, усков не против, что к нему положат. Давай так. Заходи же зажимом. Обычная непроходимость у стеумиды. Ну, снимок надо сделать, свещевая форма у стеумиды. Больник сложиться будете? Как ты заглялся дной? Не, влачь ему. Как это? Ну, у меня хозяйство. У вас хозяйство? Да, я на даче живу. А вы в поликлинику ходить можете? Что? Не услышал. В какую клинику ходить? Свою. По типу переножа проходим внутрь с салфеткой. У меня для вас два предложения. Первое, это госпитализироваться в больнице. Если вы отказываетесь, то это ходить в поликлинику. Ну, я там нахожу, давай водить, что-то дня. Куда? Куда? Просто необходимо прийти к его салфетке. Зачем? Вот мы в полу не положили. Госпитализируем, в смысле? Да. Вот мы больше переношли. А, нет, еще хотим переношку поставить. Перекищем. Ну, конечно. Ну, я там все. Сколько, как бы не против себе ее положить? Так. Ну, как? Ну, как? Ну, как? Давай напишем. Толстно-кишечная не проходила. Опять же, на шарик значения. Угу. Да. Как это все? Хорошо. Теперь засовываем эту салфетку. И принцип такой, что по ней должна, и так как она обладает гипероскопичностью, по ней потихонечку должна отходить жидкость. Как идет фамилия? Чепоши у нас. Чепоши. Да. Установили два отверстия, два свища свища, да? Опять же, это очень не милит. Смотри, видите, как у пациента был бурсит когда-то. Чепоши там должны были оформить историю. Собирайся, анамнез начинает общаться. Поиздеваемся. Сделаем. И небольшие отверстия, стерилинными ножницами. Угу. Не отверстия, а такие штаны. То есть у нас полная салфетка, мы ее хотим разделить так, чтобы она с собой не закрывала дренаж. Да. Ну, сейчас увидите. Что-то мне не звонил никому. Так. Не, ну не позвонил, что типа все, что мазок пришел, вот и салфетка. И все, рано у нас закрыто. Она обработана. Анна Хлупина. Еще сверху, что-то. Она что-то там работала. Да, в свою поликонику вашу. Перевязываем. Так вот, у пациента был когда-то бурсит. Ну, все, что там. Вот все. Мой дорогой, вы сейчас где находитесь? Да. Да. И после этого... Она работает где-то вот где смотрят эти русские. Ему беспокоят боли. Ну, это тоже. Причем бурсит у нее очень давно. Ну, они сейчас на меня паронируют. Ну, типа, она говорит, я посмотрел. Вот. И, кстати... Не помню, здесь морской болезни не будет. Ну, а ты видел мой второй пациент? Значит... Прошлый пятник. Так вот, давай. После этого... Ну, вот там. Его беспокоят боли, ограничения подвижности. И вот сейчас он ударился. И так получилось, что благодаря этому удару они воспалились. И у него образовались два свечевых хода. С одной стороны, повезло вам теперь знать свою деятельность. И с другой стороны, тяжело иметь тяжело лечить, оперировать. Ну, вообще тяжело, в принципе. Вот, на этом видео, в принципе, закончилось. Сейчас красивый бантик, да? Красный фарфор. Спасибо. Давай, мы сделаем это сэнку. Следующим.